Здравствуйте! В эфире программа «Побеседуем». Меня зовут Катерина Мелехова. Концерт «Симфонические узоры. Дом музыки» состоится в зале «Унион» 12 декабря в 19.00. В преддверии выступления мы поговорим с дирижером Леонидом Гоффманом. Композитор и теоретик, дирижер, педагог, руководитель научно-образовательного центра Арнольд Шонберг. Курс «Город Москва». Здравствуйте! Здравствуйте, Катенька! Леонид Давидович, почему вы выбрали именно Липецк для премьеры своей новой музыкальной программы? И что вообще это за программа? Расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, я уточню, я выступаю в Липецке не как дирижер, да, я просто приехал как автор на премьеру. Всегда полезно автору быть, композитору, да, быть на премьере, поучаствовать в репетиции. Сочинение новое, послушать нигде нельзя, поэтому особая работа. Вот. Здесь дело в том, что инициатива сыграть это принадлежит не мне, да, а Татьяне Левитиной. Это скрипачка, солистка, которая, значит, будет солировать на премьере здесь. Одна пьеса, это премьера Липецкая, потому что это было исполнено. А вот пьеса под названием «Ангела Шакала» – это мировая премьера, это нигде, никогда еще не исполнялось это. Это будет здесь. Сколько всего пьес, композиции, как правильно это говорить, сколько всего входит в новую программу, что увидит, услышит и учение? Ну, вот, что касается моей музыки, то их две. Две пьесы. Два сочинения. Ну, вот. Была уже первая репетиция, наверное, да, как раз вот с Татьяной Левитиной. Что скажете, как звучит все? Ну, Татьяна Левитина замечательная скрипачка. Вот. Я ее знал по записям, и мой сын Илья Гоффман играл с ней, да. Илья Гоффман, ну, он известный альтист, лауреат многих международных конкурсов. Он выступал у нас в Липецке в прошлом году. Совершенно точно. Совершенно точно. Вот. И он очень высоко отзывался о Татьяне, как о музыканте. Вот. Так что... А вот что касается встречи с оркестром, я впервые с ними встречаюсь. С нашим симфоническим оркестром, да? С симфоническим оркестром, да. Ну, и как ваши, да, впечатления? Мои впечатления, что это интеллигентные люди. А если это так, то, значит, можно работать. Повторюсь, вот Константин Сергеевич Станиславский говорил, что грубый человек в театре – это катастрофа. Вот. А если такого грубого человека нет, если люди интеллигентные, если нами руководит любовь к работе, тогда всё прекрасно, всё должно получиться, каким бы длинным путём репетиции это не было бы доказано. А сколько всего вообще композиций, пьес в вашей копилке личной? Сколько написали за свою творческую жизнь? Ой, вы знаете, я не ставлю номера опусов, но я приличный, да. Я не могу сказать, что я такой борзописец, да, я наоборот. Но у меня очень много. Очень многие сочинения у меня выставлены на моём канале YouTube. Вот. Многое, это во всех жанрах, это от детских песен, которые я писал для сына, когда он был маленький, вот, до камерно-симфонических сочинений. Вот 7 декабря была премьера в Ярославле. У меня там исполнялся пушкинский цикл. Это музыка к спектаклю Александра Единственной. Точнее, это 14 стихотворений Пушкина для баритона и симфонического оркестра. Вот это была вот мировая премьера тут же. Что вообще вас вдохновляет? Вас пишут, что вы такой последователь австронемецкой школы, а российская школа что привнесла в ваше творчество? Вы понимаете, чем отличается, да, вот австронемецкая музыкальная культура, да? Это, она наднациональная. Мы не можем сказать, что Бах говорит, там, от имени, там, Лютера, да, или от имени, там, немецкого этноса. Он говорит по велению Господа Бога, да? Он слушатель музыкальной природы. Люди искусства – это люди мира, да? Это вообще всегда, да, вот самые высокие ценности, они всегда наднациональные, они носят всеобщий характер. Но определенные какие-то же есть особенности у культур, правильно? Классика – это старая классическая венская школа, это Гайден, Моцарт, Бетховен, да? И это новая венская школа, которая является продолжением этого, точно так же, как, скажем, акмеизм в русской поэзии, продолжение русской классики, там, эпохи Пушкина, да? Да, а о российских музыкальных традициях, что вы можете сказать? Сколько они дополнили вот это? Российские музыкальные традиции, они, скорее, не композиторские, такой, понимаете, а это замечательные исполнительские школы. У нас блистательная фортепианная школа, блистательная скрипичная школа, там, вот, вот это, а начиналось это с открытием консерватории в Петербурге, в Москве и в Саратове, да? То есть это был очень такой процесс, поэтому наши музыканты и инструменталисты, да, это мирового уровня. Вот я в октябре был в Одессе на фестивале «Золотые скрипки Одессы». Вот Одесса выпустила, родила, там, целую плеяду блистательных скрипачей, да, значит, ну, лучший из них, наверное, Давид Федорович Иостров, да? Хотя и другие, это все мировой уровень, понимаете? Это не Украина, это не СССР, это всемирный такой, вот, это блистательные музыканты, прежде всего музыканты. А если говорить не только об исполнительском мастерстве, а вот именно как стать хорошим, лучшим композитором, лучшим дирижером в России, каков вот путь к этому? Для этого надо приходить ко мне на научно-образовательный центр «Арнольд Шенберг-Курс». У вас там только русские занимаются, или это такое многообразие представленное? Нет, нет, это москвичи, это москвичи, да, конечно. Ну, иногда были у меня там, вот, был банщик из Голландии, вот. Ну, как правило, это вот мои люди, да, из Чехии был, был студент давно, вот. А так это... То есть вам удается совмещать и преподавательскую деятельность, и гастролировать? Вы же выступаете не только в России, за рубежом тоже зачастую. Ну, вы знаете, это по-разному, да, год на год не выпадает. Вот в этом году у меня очень много поездок, и я, честно говоря, предпочитаю вот сидеть дома писать, вот. Но в этом году действительно очень много. Это Одесса, Ярославль, это, значит, это Липецк, это тоже премьера будет в Вильнюсе, а в мае я еду с дирижером Мурадом Анном Амедовым. Знаете, да, народный артист, руководитель Ярославского симфонического оркестра. Вот. Мы едем в Ростов-Дон, там будет исполняться вот моя музыка. Российские площадки и зарубежные площадки, какое различие вы видите в отношении публики, их реакции, их музыкального настроя? Вы знаете, я так не приглядывался никогда, ну, честное слово. То есть, если он ценитель, то он ценитель где угодно? Конечно. Конечно. Я... Меня радует, знаете что? Что вот, несмотря на все вот трудности нашей жизни, перестроечные, там, 90-е годы, там, но концертные залы наполняются. То есть, музыкальная аудитория живет. Понимаете? То есть, мы не какая-нибудь там Черная Африка, понимаете? Это все-таки Россия, это страна европейской культуры, и музыка является частью нашей общественной жизни. Леонид Давидович, у нас в Липецке тоже достаточно такие сильные музыкальные традиции, насколько я могу судить. И по победам, в том числе, наших юных музыкантов, исполнителей. Вот как не стать просто одним из многих, как вырваться вперед, как стать известным, как стать действительно сильным? Какой совет вы с высоты своего опыта можете дать нашим юным звездочкам? А я могу повторить вот слова Евгения Евтушенко, который говорит, что он делает карьеру тем, что он не делает ее. Это оптимально. Понимаете? Не в карьере дело, да, а в твоем внутреннем музыкально-культурном росте. То есть, музыка – это даже не твоя работа, это, наверное, жизнь, да? Ну, конечно. Это образ жизни, да, понимаете? Я вообще, понимаете, здесь дело в том, что мне не нравится, что как-то вот рыночное хозяйство, да, рыночная экономика, да, и все начинают зарабатывать. Понимаете? Но делать деньги – это вопрос профессионалов-бизнесменов, с моей точки зрения, понимаете? А вот летчик, он не должен делать деньги, да, он должен хорошо летать, и чтобы самолеты не падали. Понимаете? Вот. Но ведь всем надо на что-то жить, и летчикам, и бизнесменам, и музыкантам, поэтому в этом же дело. Ну, всем нужно жить, но, понимаете, музыкант – это не… Не первоцель, в общем, да. Понимаете, это ничего изволить. Понимаете? А, к сожалению, в нашей музыкальной практике, да, очень много… Ну, давайте, ну как, это вот people have it, там, понимаете, вот… Райдер-корпоратив, да, все такое. Понимаете? А здесь, а вот задача композитора как раз совсем другая – это, наоборот, предлагать свой продукт в публике. И неважно, хавает она или не хавает, понимаете? Это уже вопрос чисто музыкально-исторический, да. Понимаете? Ну, не знаю. Нельзя продаваться. Понимаете? Вот сейчас я пишу то, что вот эта аудитория, она вот… Нет. Разные профессии, понимаете? Леонид Давидович, спасибо большое за беседу. Вам спасибо, Катенька. Надеюсь, что вы далеко не в последний раз в Липецкий приезжаете еще. Всего хорошего. Спасибо за гостеприимство. Вы смотрели программу «Побеседуем». До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...